Всем привет! Я Скиф, это Don't Start Together и в игру завезли ивент, посвященный так называемому Китайскому Новому Году. И давайте разбираться, что же нового появилось в игре. По стандарту завезли новые скинчики, но в этот раз не завезли скины на персонажей, но зато на различную прочую утварь очень даже много появилось скинов. В частности, появились скины на те предметы, на которые ранее их не было, что здорово, но на них мы посмотрим чуть позже. А теперь давайте взглянем на сам ивент, что он из себя представляет и что мы можем делать в его рамках. Что же из себя представляет сам ивент? На самом деле здесь все очень и очень просто, так как у нас год крысы, в игру завезли крысиные бега. Мы можем строить трассы, запускать по ним наших крыс, либо же с другими игроками, да, с людьми, либо же просто с ботами. Ну и получать за это, соответственно, награды. Начинается все с того, что нам надо поставить шрайн крысиный. Из восьми золота и двух дерева он строится. При поднести какое-то подношение, я вот просто семечки закинул, этого оказалось достаточно, чтобы у нас открылась необходимая нам вкладка. Здесь есть стартовый поинт, есть финишный поинт. Если мы их делаем, давай сделаем, допустим, старт. Получается такая платформа, да, и можем сделать финиш. По единичке золота всего лишь тратится, не особо-то и много. Дальше нам нужна крыска. На крыску надо уже 4 золота. Ну и поначалу нам особо больше ничего не доступно. Нам надо каким-то образом выигрывать первые наши забеги, получать вот эту самую валюту. Счастливую золотую детальку. У меня уже есть одна построенная трасса. То есть мы просто делаем старт, смотрим радиус. И нам надо, чтобы радиусы совпали. Иначе крыска будет весьма и весьма недовольна. Ее, кстати, надо убить со временем, возможно, если она вам надоест. Но также ее надо кормить и надо прокачивать. По дефолту мы этим заняться не можем. Мы можем ее просто сюда запустить. Включить нашу трассу. И наблюдать за гонками. Да, у нас крыса мега тренированная и скилловая. Вторая тут тоже такая же. Эти две плюс-минус бегут к финишу. Так, тут 5. Может, наша даже прорвется? Блин, ну наше второе место, да. У нее трагедия. У нее трагедия. Она толком нифига не смогла. Но какую-то награду мы должны получить. Тем не менее, скорее всего, одну монетку. Харе реветь, давай награду, пожалуйста. А, все, она даже, наверное, награду никакую не даст. Да, не сложилось, не срослось. Пробуем еще раз, пока не получим награду. Каким-то чудом крыса все-таки смогла прийти к финишу первая. Правда, случилось это далеко не с первой попытки. А вот все-таки награда наша, давай. Сколько тут получу? Всего лишь одну золотую детальку. Как только удастся насобирать определенное количество монет, надо сразу вкладываться в прокачку нашей мышки. Здесь есть разные тренажеры, скоростные, там, на рефлексы и так далее. Здесь уже из нашей крысы можно воспитать настоящего бойца. Все, пошла прокачка. Ну, выглядит это, по крайней мере, дико забавно. На этом чудесном агрегате можно отслеживать прогресс. Давай, прокачалась. Ну, вроде бы чуть-чуть прокачалась. Это уже хорошо. Давай покачаем тебя на каком-то другом тренажере, к примеру, на этом. Во, давай, беги, беги. Погнали. Еще можно, кстати, приобретать вот такой вот прикольный фонарик. Он просто ставится на землю. Выглядит достаточно-таки мило. Давайте еще раз взглянем на характеристики. Я еще ее немножечко покачал. Вроде бы здесь еще сильнее стало, да? Выглядит занятно. Давайте теперь увеличим длительность нашей трассы, да? Для этого нам понадобится приобрести чекпоинт. Чекпоинт работает, по сути, по тому же принципу. Вот у нас есть финиш. Ставим вот так вот чекпоинт, чтобы он захватывал финиш. Давай аккуратненько сюда. Вот, все вроде бы должно работать. И ставим начало так, чтобы оно захватывало чекпоинт. Подрасчистил немножко округу. И теперь ставим старт здесь. Теперь трасса стала длиннейше. Чекпоинтов можно ставить несколько. Ну и, соответственно, награда увеличивается. За счет того, что трасса увеличивается в своей продолжительности. Давай нашу чуть-чуть подкачанную крысу закидываем на трассу. Посмотрим, что она сможет сделать. Упасть на спину. Отличная прокачка, я считаю. Ну-ка, давай вперед. Вперед. Там один бот уже лидирует. Вот чекпоинт. Походу, наша нифига не вывезет. Надо еще ее прокачать. О, это выдохлась. И наша выдохлась. Ё-моё. А-а-а, нет. Это поражение. Что ж ты меня подвела-то? А, ну награду, смотри, какую-то я получаю, тем не менее. Скорее всего, одну монетку. Да, одну монетку. Ладно, утешительный приз. Таким образом, прокачиваете ваших крыс и соревнянуетесь. Либо с друзьями, либо просто с ботами ради того, чтобы получать эти самые счастливые монетки. Достаточно милый ивент, но достаточно бесполезный, опять же. Но милый. Ну и еще стоит упомянуть, что за счастливые эти золотые детальки можно приобрести обычный пакет с семенами. Где вы получите, кто бы мог подумать, обычные семена. Там, возможно, что-то поинтереснее даже чуток. И плюс-минус премиальные семена. Где уже поинтереснее улов. Всякие кабачки, баклажаны, может быть еще что-то интересное. Ну и также можно купить скетч на вот такую вот крысиную статую. Ну а теперь давайте пробежимся по скинам, которые добавили. Начнем с самого мелкого, пожалуй. Это мини-таблички. Вот они дефолтные. И вот есть три новых вариации. Отличаются они цветом, но в принципе выглядят достаточно прикольно. В комплекте с табличками само собой идет заборчик. Вот такой вот достаточно занятный милый забор. Тоже разных расцветок, что приятно. Ну и какой же забор без дверей? Двери тоже есть в комплекте. Можно делать разные оградки. Это прикольно. Причем у забора две стороны. То есть фронтальная и тыльная. Интересно, возможно ли этот забор как-то поворачивать. Потому что с предыдущим пряничным есть определенного рода проблемы. Но это надо смотреть, это надо тестить. Добавили еще два скинчика на рюкзаки. Это на обычный рюкзак очередной скин. И это, кто бы мог подумать, на свиной мешок. Что довольно занятно. Правда, я с ним все равно не бегу никогда. Но, возможно, стоит попробовать. Он единственное, что замедляет. Но восемь. Так, жди, шесть. Двенадцать слотов. Восемь. Ну да, двенадцать слотов. Все нормально. Ну, такое. Но скин сам по себе выглядит, конечно, прикольненько. Но сразу очевидно, что это свиной мешок. В руках, как не сложно догадаться, у меня трость. Очередной скинчик на трость. Их уже довольно-таки много набирается. То есть раз, два, три, четыре. Четыре скина на трость есть. И этот без какого-то шлейфа за собой. Здесь просто некая такая энергия. Да. Вот набалдажника этой трости расходится в разные стороны. И все. Могли бы какой-нибудь шлейф из этого же цвета сделать. Как бы выглядело, на мой взгляд, поприкольней бы. Ну и рядом со мной теневой манипулятор. Наконец-то и на него завезли скинчик. Причем абсолютно очевидный, да. Он в стиле руин выполнен. Чешуйчатая печь тоже обзавелась скином. Причем посмотрите, насколько офигительным. Сразу видно, что как бы Драгонфлай тут явно причастна к созданию этой печки. Топоры тоже обзавелись новыми скинами. Вот этот старый скин еще со времен Горджа. Вот это уже новый. И на него, что забавно, есть золотая вариация. На дефолтной, вот на этот с Горджа, до сих пор нет золотой вариации. Я не понимаю, почему. Но топоры прикольные, это да. Собственно, помимо топоров, аналогичным образом выглядящие кирки завезли. Тоже в двух вариациях. Золотая и простая кирочка. Смотрится она вот таким вот образом в руках. У обычных грибных ламп теперь три вариации. Это дефолтная грибная лампа, с прошлого набора грибная лампа и с нового набора. Это интересно, уже можно как-то комбинировать, делать какие-то вариации на базе. Ну что еще прикольнее, на светошляпку тоже добавили первый скинчик. То есть вот она дефолтная версия и вот этот скинчик. Выглядит, в общем-то, в том же духе, но несколько более интересно и более детально прорисовано здесь все. Это, конечно, плюс. Бегаю я, кстати, в тулецитовой короне. Она тоже обзавелась вот таким вот скинчиком. Дальше есть броня ночи в такой вот теперь вариации. И темный меч имеет несколько другие очертания и выглядит иначе. Более прикольная, на мой взгляд. Тоже достаточно занятные скины. Для Максвелла это вообще просто мечта. Базовый костер тоже претерпел изменения. Вот так вот он выглядит. Простой. И вот уже со скином, да? Насколько здесь замыльная текстурка и насколько здесь клево отрисованная. Первый скин, кстати, на базовый костер. Все им пользуются в тех или иных ситуациях, на начале игры, да даже на более поздних этапах. Иной раз тебе надо где-то просто по дороге что-то там приготовить, обжарить, пожарить, просто подсветить. Ставят, конечно же, обычный костер. Поэтому ОК вполне себе неплохая тема. Кстати, за вход в игру во время ивента дают скин на факел и достаточно интересный. Таким вот он образом выглядит. Поэтому заходите во время ивента получать халяву. Ну и да, твич дропсы тоже обновили. Появился новый скинчик, который можно выбить. Это на глазонтик. Выглядит он, конечно, занятым образом. И он дофига какой массивный. И голову видно сквозь него. Просто такой головастик. Блин, это круто. Это офигенный скин. Опять же, абсолютно халявно его можно получить. Даже у долбанной ловушки теперь, кстати, есть аж целых три вариации. То есть это дефолтная, с прошлых каких-то завозов, скинов. И вот это вот новый скин на ловушку. Ну, ловушками ОК, периодически приходится пользоваться. Почему бы не делать это максимально сильно. Не стоит обходить вниманием и очередной скин на копье, плюс на деревянную броню. Ну и также скин на копье трансформирует и посохи. Они будут выглядеть каким-то таким вот образом. И касаемо посохов, добавили первый скин на посох разрушения. Выглядит он вот таким вот образом интересным. В руках же будет смотреться вот так. Прикольно, прикольно. Сектор изготовки тоже не обошли стороной. У нас появился новый казан, который выглядит таким образом. Сушилочка. И, кстати, птичья клетка. Ну, впрочем, очень даже неплохая. Я так понимаю, это тоже какая-то такая стилизация под тулициты или около того. Или, возможно, под китайский Новый Год. Не особо я в этом разбираюсь. Но, тем не менее, выглядит все очень круто, качественно и детально. Ну и, кстати, роскошный веер. Тоже разжился новой вариацией. Такая а-ля жар птицы, я не знаю. Так вот он будет выглядеть. Достаточно прикольно. Ну и на земле он тоже смотрится весьма мило. Вроде бы я прошелся по всем скинчикам, которые добавили. В общем, достаточно крутой пак. Внесет определенно точное разнообразие на базы. В постройку баз. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok